здравствуйте уважаемые леди джентльны еще раз доброго утром можем смело вам пожелать и сейчас у нас пойдет интереснейший разговор интереснейший хотя по той простой причине что сегодня у нас в гостях люди которые находятся там где ну можно сказать наверное хранится находится кладезь всего самого интересного что есть только на нашей планете это наши гости из библиотеки прекрасно севастьянова екатерина александровна заместитель руководителя отдела обслуживания центральной городской библиотеки имени николая островского друзья и кунтекова айманка иржанна руководитель отдела обслуживания доброе утро доброе утро у нас постоянные практически гости каждый раз приходит рассказывать что-нибудь интересное относительно того что случилось произошло в библиотеке какие интересные мероприятия происходят какие новшества в работу библиотеки соответственно вступают соответственно обо всем об этом хотелось бы сейчас и поинтересоваться чем живет сегодня библиотека астровского сегодня конечно библиотека имени николая островская и вся городская система нашего нашей централизованной библиотечной системы живет очень насыщенной жизнью потому что 2015 год он в этом году очень много крупных мероприятий которые имеют большое значение для нашего подрастающего поколения для воспитания подрастающего поколения это как вы знаете 550-летие казахскому ханству 70-летие великой победе до которую мы начали отмечать 2014 года и продолжаем до сих пор отмечать это 20-летие ассамблеи народов казахстана очень много юбилейных дат нашим писателям абаю к нанбаеву шухану валихановым жаку подулатову и лясу есенберлину это вот все в этом году также вот библиотека вот живет такой насыщенной жизнью и вот по всем этим основным направлениям это у нас называется как бы приоритетные направления нашей работе мы конечно проводим массу массовые мероприятия культурно-массовые мероприятия наши мероприятия мы стараемся сейчас как бы идти в ногу со временем не сидеть в библиотеке идем в народ как говорится вне библиотеки очень много мероприятий в доме дружбы проходят мероприятия часто у нас центральном сквере на площади ахметово-турсенова вот по тому как по времени года как потеплеет погода мы стараемся выходить центральный сквер и востребованы вот именно мероприятия не вот именно да ну вот мы через мероприятие мы как бы и пропагандируем книгу мы пропагандируем чтение мы говорим о роли чтения в жизни подрастающего поколения но сейчас конечно много говорят что молодежь не читает молодежь читает но если задаться такой целью то какую книгу молодежь сейчас читает конечно это больше фантастика конечно это больше приключений это конечно больше детективы с другой стороны мне кажется и советском союзе очень много читали фантастики да вот ну вот нельзя сказать что молодежь вообще не читает нельзя говорить что молодежь не ходит библиотеку ходят библиотеку читает но конечно не так как это было советское время советское время была очень хорошая идеология читать было модно да читать было модно конечно сейчас мы соревнуемся с информационным технологиям поэтому нам чуть-чуть сложнее поэтому мы и вот через массовые мероприятия стараемся если читатель не идет к нам мы идем читателю поэтому и вот наши мероприятия проходят вне библиотеки вот мероприятие посвященное 550-летию казахского ханства мы провели в казахском драматическом театре на сцене казахского драматического театра это было для нас очень волнительно конечно для библиотекаря потому что на сцене выступают мэтры наши и мы тут простые библиотекари поэтому мы очень волновались очень много было инсценировок задумок очень много было таких поэтому было для нас волнительно но я думаю что мы справились наши задачи было очень интересно было как-то креативно мы как-то показали свою историю казахского народа мы показали наших веев которые сыграли немаловажную роль создание свода закона это жарова мы показали легенду о манкурте тюркскую легенду на этой сцене сотрудники библиотеки выступали в роли играли роль матери девушку национальной одежде вот то есть как бы все старались все вживались в роли и как бы я думаю что у нас получилось а сейчас есть библиотеки какие-то материалы посвященные 550-летию казахского ханства какие-то источники рукописи может быть рукописи ссылки на что-то рукописи конечно нет но вот источники конечно есть книги в это по истории казахстана сейчас вот последнее время очень много выходит по на страницах газет журналов очень много материала вот так же вот учебники и учебный материал журнал вот таком плане то есть готовитесь каждый к каждому каждой дате до готовимся основательно и вот вы знаете прошлом году президент наш вышел к народу с посланием это было два послания прошлом году и вот в течение года мы каждый месяц пропагандируем послание президента в этом году называется вот прошлогоднее послание которое декабре месяце было первое было англикель второе уже норлышов путь в будущее то есть кальза вниз мы проводим такую работу разъясняем основные моменты этого послания доносим до наших читателей до вот новые формы ищете какие-то для того чтобы раскрыть ту или иную тему вот то или иное событие конечно очень много новых форм знаете вот наше время сейчас старыми форме мне уже как бы не заинтересовать читателя читать ему очень пошел такой с креативной да ему не интересно и хочется что-то такого то что вот где-то не видели вот если вы помните когда мы проводили ночь в островке тоже как бы очень много было после этого мероприятия разговоров и мы стараемся в этом в этой русле наверно идти стараемся чтобы наши мероприятия были интересны чтобы конечно мы проводим мероприятия мы обязательно мы говорим о роли книги мы даже вот проводя мероприятия посвящена казахскому ханству на первом этаже театра мы организовали большую книжную выставку посвященную казахскому ханству все это внизу это был обзор этой книжной выставки уже но началось мероприятие с обзора книжной выставки и уже продолжилась на сцене уже театра 70 лет в этом году великой победе екатерина какие-то мероприятия проводились будут еще проводиться потому что как правило так принято что большинство мероприятий проводится к дате и после того как праздник проект проходит 9 мая да как бы считается в галочка поставлена мероприятие проведены будут еще какие-то мероприятия идти или вот что-то и интересное произошло спасибо конечно у нас этот год посвящен дата такая крупная 70-летие великой победы и у нас все библиотеки города кустаная структурное подразделение нашей централизованной бюджетной системы запланировали и провели мероприятие также наша центральная библиотека совместно со всеми сотрудниками нашей центральной бюджетной системы провела восьмого мая в парке культуры отдыха в авто вахта памяти история моей семьи в истории моей страны на погоду до года было очень холодно было но вы станете организовали мы вахту памяти и в начале мероприятия звучали песни военных лет и собирали горожан жители города кустаная на это наше мероприятие и внимателей в нем внимание жители города привлекали также на такие композиции как у костра медицинская санитарная часть и радость победы и уже затем под звуки марша строевым шагом выходят кадеты с добольской школы имени дружана наушибаева и вахта памяти начинается кустанайская поэтесса александра или нешна суслова представляет уже ветеранов наших приглашенных гостей великой отечественной войны также наших кустанайских и руднинских поэтов и наших участников это был поэтический блог где участвовали николай кочин алексей алексюк также владимир лоскутников и также молодые поэты мишидбаев нурбалат валерий гумиров руднинский поэт юрий вовк и начинающие поэту обе кавдостан также мы пригласили ветеранов это труженик тыла галин галина филипповна не читала и степурин николай пантелеевич тоже были участниками они рассказали о свою о своих боевых подвигов прочитали стихотворение также и сам дух военного времени присутствовал на протяжении всего мероприятия все наши участники в пилотка солдатских шинелях и в рубашках представляли буржана машины василия теркина ваншук моментовую алью молодоголову также у нас участвовали и маленькие дети они это ученики средней школа лицея школа лицея номер два третьего класса это пак дениса марова кристина бусин жандос и сугурова маляка они голубых пилотков пилотка с георгиевскими лентами они представляли своих родных с книги памяти то есть у них были родные да которые участвовали великой отечества родные и и также наши сотрудники в том числе и аманка жанна и еще сотрудники они держали с гордостью прижав груди портреты своих отцов да и рассказывали о них и затем наше мероприятие уже закончилась папури песни военных лет где участвовали тоже и ученики задобольской средней школы и затем уже это было 8 мая а 9 мая мы участвовали значит в шествии бессмертного полка где тоже наши же сотрудники приняли участие дима коржанова то есть у вас кто-то из родных участвовал великой отечественной войны но кто это был вахта памяти вообще я вот в начале говорила что мы с прошлого года начали праздновать 70-летие победы мы прошлом году участвовали в областном конкурсе история моей семьи история моей страны то есть мы решили рассказать о своих родных которые участвовали великой отечественной войне вот хасена варашлята спаяна жакупа розы роза могуяна рудковская татьяна леонидовна и я мы рассказывали о своих родных у меня свекр был ветераном великой войны он вернулся домой с победой я вот рассказывала о своем свекре то есть мы решили что вот отдать дань памяти своим близким конечно много было сотрудников желающих чтобы выступить вот мы на этом мероприятии заняли первое место на областном конкурсе до было такое ну как-то необычно все это было и вот хочу добавить еще что вот с мая с января по май месяц у нас в городской библиотеке был объявлен литературный марафон читаем помним гордимся акция посвященная великой отечественной войне среди наших читателей вот по ума и мисс и вот как раз на мероприятие восьмого мая мы подытоживали итоги проводить задание да прочитать книги посвященную великой отечественной войне дают у нас три человека были как в призерах ага начала волноваться вручили подарки вручили им подарки до цены как бы призы то есть мотивировали читать да вообще кстати много читают о великой отечественной войне вообще в принципе но вот помимо школьников которым задают задание конечно школьная программа потом среднем возрасте он все равно читает потом очень много пенсионеров те люди которые уже привыкли читать они не могут уже обходиться без книги и поэтому они вот нашими потенциальными читателями постоянными читателями являются вот конечно молодежь меньше но вот в этой акции в литературном марафоне вот я вот мужчина лет ему 40 по моему потом более старшего поколения была женщина и самая активная да самая активная да и вот студентка молодежь тоже может почитать сейчас в интернете сложно отследить я надеюсь что они читают и узнают об этом вы говорили о том что в этом году очень много дат на самом деле перечислили очень много событий которым можно посвятить огромное количество мероприятий всяких интересов в том числе мы уже на протяжении даже с прошлого года об этом говорим программе разбудильник двадцатилетия ассамблей народа казахстана до народ республики сам был у нас много национальный и меня с этим возникает вопрос об много ли в вашей библиотеке книг авторов с разных стран с разных стран разных национальности которые составляют единое целое нашего народ естественно авторы там азербайджанских каких-то да там крови если у нас авторы из узбекистана или может быть из российской федерации белоруссии украины в фонде нашей библиотеки конечно есть такие книги но к сожалению это выпуске более позднего периода советского периода сейчас вот такие книги как бы вот у нас просто поступление как такового еще связи с финансовым затруднениям как говорится но в фонде есть конечно книги очень много книг посвященных корейской корейскому народу при желании можно да при желании конечно можно найти есть к этой книге может быть просто я говорю просто читатель у нас сейчас такой он более такой требовательный поэтому ищет что-то новое старые материя современные а вот вы упомянули о новых технологиях наверняка они ведь не уходят библиотеку ну конечно новые технологии они идут много со временем используем интернет сейчас очень онлайн то есть доступ к читателю из интернета да все это есть электронные книги да конечно есть электронные учебники можно спокойно прийти прийти можно и воспользоваться а очередь большая удобно ли читателям ну не скажу что это очередь большая но по возможности да конечно свободное посещение у нас свободный вход как говорится с 10 до 7 мы ждем наших читателей ждем и можно еще рассказать о мероприятии которое было посвящено посвящено ассамблеи народа казахстана как раз именно да и на дню единства народа казахстана в нашей библиотеке центральной городской библиотеки николай островского прошел фольклорный праздник казахстан народов дружная семья где мы пригласили представители разных национальностей это были представители культурно культурных объединений нашей кустанайской области также просто читатели активных и все они участвовали в этом мероприятии праздничное наше мероприятие началось с казахского обряда шашу библиотеки рассказали читателям студентам о значимости деятельности ассамблеи народа казахстана и с гордостью отметили что мы один народ и у нас одна семья и с музыкальными поздравлениями для гостей праздника выступили активные читатели библиотеки города кустаная так например студенты первого курса кустанайского гуманитарного колледжа исполнили патриотическую песню казак или а распаев жалгаз студент третьего курса кустанайского педагогического колледжа музыкального факультета он обладатель гран-при международного конкурса в москве исполнил песню на английском языке представители этнокультурных объединений и гости разных национальностей украсили наш праздник они рассказали о своих национальных обрядах и традициях а так член ассамблеи народа казахстана член ассоциации таджиков и персоязычных народов мира председатель таджикско-узбекского объединения шар кустанайской области халметов ркашевой рматович он представил свою национальность спел песню на своем национальном языке и подарил фонд нашей библиотеки книгу о традициях обычаях своего народа фонд пополняется и представители белорусской нации член клуба лада который существует наши библиотеки это белобрижицкая александра тимофейна представила свою национальность белоруссию она представила костюм национальный также она пришла не с пустыми руками она принесла свои национальные блюда и драники разные угостила всех кто был участниками этого мероприятия и также распела очень интересные зажигательные частушки на белорусском языке вот студентам также студенты также с интересом слушали корейские песни представители корейской национальности это клуб мугунхва который создан на структурном подразделении северный этот хай лариса михайловна и богай ольга матвеевна и также с восторгом аудитория приняла представители чеченской национальности это были ученики школы лицея номер один бутхоева селима со своим младшим братом которые они кандидатов тебе бушусь это не рассказали братик маленький но тоже вышел все сестренка постарше была селима я рассказала традициях которые у них именно вот за дастарханом своим какие них блюда какие семейные традиции да это у нас потом был танцевальный флешмоб на песни нашей камажа и каражарга и дружнейшую сплотил костей которые были на этом мероприятии вот очень интересная была потом как всегда на каждом мероприятии у нас присутствуют обзоры книжных выставок тематических полок нас была большая выставка где представители наших национальных объединений принесли тоже свою литературу например игрушка и холмитов тоже принес показал нам все это и с интересом тоже посмотрели наши студенты и читатели ну вот тут судьбе ответ на твой вопрос жизнь кипит бьет ключом сколько всего происходит интересного и если что-то интересного спланируется вы к нам приходите рассказывайте что приглашаете гостей города потому что я допустим нынче обитаю это поблизости я бы с удовольствием сходил не знаю что что-то происходит поэтому вы к нам приходите программу разбудильник рассказывайте о грядущих событиях впереди которые будут в обязательном порядке потому что для этого я уверен нам нужно выделять еще целую программу чтобы вы только рассказали что будет сейчас поделились о том что было а в следующей программе уже нужно будет рассказать о том что будет у вас планах спасибо огромное за то что пришли и исполнением ваших планов только май на дворе вы уже столько всего успели расскажите потом когда осуществятся все ваши дальнейшие планы мы вам желаем только успехов и побольше благодарных читателей спасибо кроме с нами сегодня севастьянова екатерина александровна и кунтиковая манна кайржановна сотрудники библиотеки городской кустанайской имени николая островского надеемся вам понравилось вы тоже узнали о том что библиотека живет причем активно смотрите дальше